Персональная выставка молодого автора открылась в музее Эрзи. Художница Инна Косычевская представила свои произведения. В небольших работах много смысла, то, что ее вдохновляет по сей день. Красота природы полюбилась с раннего возраста, когда Инна, будучи маленькой, ходила в туристические походы и ездила в деревню. Множество работ были созданы на пленэрах, которые помогали отразить все богатство мира – формы, текстуры и оттенки. Наверное, это и с детства пошло. Я провела много времени с бабушкой в деревне. Меня всегда окружала природа красивая, речка рядом. И мне просто хотелось это чувство повторить, вернуть. И, наверное, поэтому пейзажи мне нравятся. Инна Косычевская назвала свою первую выставку «Ностальгия». Именно в прошлом художница нашла воодушевление. Любимым материалом является акварель. Она делает картины мягкими и выразительными. Однако есть работы, написанные карандашом, линером и даже гелевыми ручками. Также на произведениях улицы Саранска. Автор стремится показать непопулярную, но узнаваемую архитектуру города. Тема, казалось бы, обыденная, тривиальная, но вносит в них что-то непередаваемое словами, что-то невероятно трепетное, нежное, глубокое, что зрители приходят и узнают собственное окно, хотя это не их дом, узнают этот дом и это всегда отзывается в сердце. Это выставка из проекта «Молодые молодым», где объединены силы как куратора из числа музейной молодежи, так и молодого художника. Работы Инны можно увидеть не только на бумаге. В 2020 году она связала свою жизнь с мультипликацией и работает в «Союзмультфильме». Одним из самых знаковых проектов стал мультсериал «Приключения Пети и Волка». В составе большой команды художница делала фон, фоны различные и сейчас она также работает над новым проектом и мы обязательно увидим творчество художника из Саранска на большом экране. Ксения Бебинова, Евгений Фролкин. Наши новости.